Обычные люди с Натальей Сельковской на Медиаметрикс. Прямо сейчас. Американский, российский певец, автор-исполнитель, поэт Вилли Токарев. Здравствуйте, Вилли Иванович. Спасибо, спасибо. Композитор еще надо было сказать. Композитор, конечно, конечно, композитор. Первый раз у нас в Воронеже, Вилли Иванович. О, что вы, я Воронеж знаю очень давно. Я был в 70-х годах, даже в 60-х годах. Я на сцене уже больше 50 лет, и поэтому Воронеж для меня это город особенный. Я... У меня даже здесь было... Знаете что, да? Конечно, вообще город красавец считается. Такой титул у него. Это Петр Первый виноват в этом. Он сюда прислал много красивых женщин, потому что было много мужчин, работавших на судоверфи. Это я прочел. Ну, а потом я увидел сам лично, что Воронеж кишит красавицами. Сегодня мы тоже ходили по городу, и у нас чуть шеи не свернули. Ну, это, между прочим. А вообще, Воронеж был много-много раз. Особенно мне нравился ваш рынок, или базар называют, где продают продукты. Я любил старый эконом. Его, говорят, сейчас поменяли, я вот сегодня, и будет возможность, пойду посмотрю. А раньше было чудо какое-то. Это... Я был в Париже, и видел чрево Парижа. Там тоже такой рынок был. Его тоже снесли. Но Воронеж во многом впереди был Парижа. Потому что в Париже не было таких продуктов, какие были в России. Хорошо. Вилли Иванович, вы никогда не поете под фонограмму. Это правда? Ну, я считаю, что за оскорбление слушателей и за унижение для себя делать вид, что ты поешь. На самом деле, это хорошо записанная фонограмма. И дело в том, что ты не можешь творить. Ты подчиняешься записанному. Когда ты поешь живую, ты каждый день поешь по-другому, по настроению. Это разные вещи. Ну, это их дело. Я, не касаясь в их личной жизни, этих певцов, значит, они так считают нужным. Я вообще выпустил более 30 пластинок. И превалирует на моих пластинках лирика. Шансон, это вот такой, как говорят, он занимает мне 5-10%. Серьезно? Ну, а как же Мэтр Шансона, Легенда Шансона? Я пишу в 10 разных жанрах. Но, если я выпустил 30 пластинок, то 10% это вполне хватит. Есть у меня пластинки, где их назвали почему-то Шансон. Я так не называл их. Я их назвал, потому что в Нью-Йорке, когда я очистился и писал музыку до этого лирическую, мне говорят, не надо лирику, дай нам что-нибудь интересное. Ну, вот я начал писать для них такие песни, которые им понравились. А потом они перешли в стадию Шансона и их стали распространять по всему миру. Московская станция Шансон. Ну, раз народу это нравится, значит, это хорошо. Я вообще, вот эту пластинку я выпустил. Ты у меня одна. Это моя лирика. Это моя супруга и я. Эту пластинку я выпустил, я голосовал в Америке за Трампа. И когда он выиграл, я написал песню «Трамплиссима Америка». Потому что я верил, что этот человек будет с нами дружить, с Россией. Эта пластинка одной балерине посвящена. Тут тоже моя лирика. Эта пластинка посвящена господину Бостонеру, которая выпускает сигары лучшие в мире. И включая мою сигару, которая называется «Дон Вилли». Я уже много лет имею эту сигару. Она продается во всем мире. И я сигару курю уже 40 лет. Курить сигару – это не то, что сигарету. Сигарета – это отрава. Это можно получить болезни нехорошие. А сигара нет. Ею не затягивается. Она, наоборот, укрепляет мышцу сердца, никотиновая кислота. Еще ни один злостный курильщик сигар не умирал от инфаркта. Он умирал только от удовольствия. И вот я выпустил для детей моя пластинка, детская пластинка. Это мои песни для детей. Я хочу сказать, что сегодня я здесь по приглашению ваших руководящих деятелей. Концерт посвящается детям-сиротам и детям, живущим в детдомах. Я с удовольствием откликнулся на эту просьбу. И вот я с вами сначала на радио, а потом буду выступать в концерте. Вилли Иванович, а вообще, как петь начали? С чего началось все? Как петь начали? Я удивился, у меня омолодилась моя публика. Стали приходить молодые люди, 15, 16, 17 лет. Я говорю, как вы? Почему пришли на мой концерт? Ну как почему? Мама и папа слушают ваши песни, нам они тоже нравятся. И я вот с этого времени стал уделять внимание молодежи. И я хочу начать с песен, которые я посвятил молодежи. И они также будут приятны и для старшего поколения. Вот моя песня называется, которую вы сейчас послушаете, «Ты и я». Это для влюбленных, которые любят беззаветно друг друга. Хорошо, отлично. Вилли Иванович, и все же, как вы петь начали? С чего все начиналось? О, начиналось это со школьницами. Я помню, я... О, нет, еще раньше, раньше, когда я был маленьким, я жил на Кубани. И там после трудовой недели в нашем дворе собирались близкие, знакомые, родня. Много людей было. Они собирались и пели песни. Пили вино, водку, закуски были. А мы, маленькие дети, сидели и слушали их песни. И так продолжался вообще год-второй. И мы выучили песни наизусть. И потом я говорю, ребята, давайте мы им споем. Это было мне пять лет примерно. Давайте мы споем им песни. Те, которые они любят, мы споем. И пока они работали на полях, мы в сарае начали репетировать. И когда пришел нас в черед выступать, мы попросили. Вот. А они говорят, хорошо. Мы встали, спели. И вот, как рассказывала мама, у некоторых были слезы умиления. Настолько мы их тронули. Вот это было мое первое зрение музыки. Потом в школе я написал стихи, которые были опубликованы в стинг-газете школьной. И стал героем школы. И мне педагог говорит, ты должен быть журналистом. Ты очень грамотный. И должен писать стихи. Ну, я так на это среагировал не очень. Но продолжал увлекаться музыкой и стихами. Я написал уже песни на морском берегу. Я тогда уже жил в городе Каспийске. Это в Дагестане. Когда началась война, то я уже уехал с семьей. Папа ушел на фронт, а мы с мамой уехали сюда. Потому что немцы наступали на Кубань. И вот я там тоже начал уже сочинять песни. И так пошло вот дело. Когда я был в Ленинграде, учился в музыкальном училище при консерватории, то я написал песню «Дождь». И она очень понравилась «Идите пехи». Она ее исполнила. И я стал сразу популярным. Ко мне стали приходить поэты, предлагать мне тексты. Ну, я писал, конечно. И вот с ее легкой руки я понял, что нужно писать хорошие песни, и у тебя будут замечательные авторские. Я был студентом, получал 15 рублей в месяц. Это ничего. Это покушать пару раз и потом зубы на полку. А тут я получил столько авторских. И у меня песни приходили новые и новые. И я получил возможность купить квартиру, инструменты, одежду, помогать ребятам, которые жили очень трудно, моим коллегам. Вот это называется то, что случилось в моей судьбе. Я стал писать песни. А вы играли на контрабасе. Да, я профессиональный контрабасист. А почему именно этот инструмент выбрали? Ну, однажды я был в Ленинграде у папиного знакомого. Он говорит, что я уезжаю на Дальний Восток. Он военный был. А ты можешь у меня отдыхать. Вот я приехал в феврале. Отдыхать до самого лета. Потому что я вернулся только осенью. Ну, и я приехал. И вот однажды я иду и вижу снег. И вижу, пожилой человек несет контрабас. Я пронесся к нему с ожалением. Ему очень трудно нести. Я говорю, разрешите, я вам помогу? А он говорит, нет, сынок, нельзя. Потому что ты вдруг посказнешься. Он упадет и разобьется мой инструмент. А я, это мой хлеб. Ну, я так подумал, почему я должен упасть. И я наставил помочь ему. И, наконец, он говорит, ну, ладно, бери вот за гриф, а я возьму за штырь сзади. И мы понесли. Пришли к его дому. Он говорит, ну, давай, заходи, согрейся, чайком побалуемся. Я зашел, встретила его жена, очень симпатичная женщина. И мы покушали, попили чай. И вот он говорит, а ты чем занимаешься? Я говорю, я приехал в Ленинград отдохнуть, посмотреть. Мне нравится этот город. Он говорит, а музыка, как я говорю, я очень люблю музыку. Я сочиняю песни, вот мои стихи. И я говорю, я, знаете, вам почему помог? И потому что мне, вас было жаль, потому что я очень люблю контрабас. После фильма «Серенада солнечной долины», когда там контрабасист играет так красиво. Он говорит, о, я, говорит, джаз не играю. Я играю в Мариинском театре, я играю классику. Я говорю, ну и что? Ну, он говорит, хочешь, давай, слух, она проверила мой, его жена, она пианистка была. И говорит, у вас все в порядке с этим делом. Я вас научу читать сольфеджио. А он говорит, хочешь, приходи ко мне. Два раза в неделю у меня два выходных. И ты будешь заниматься на контрабасе. Я тебя научу. И потом мы подадим заявление в музыкальное училище. Я говорю, конечно. Тем более у меня нечего было делать в Ленинграде. Я стал к нему приходить. И уже, знаете, через пару недель я уже играл элегию Рубинштейна на контрабасе. Ничего себе. Упражнения тоже он дал мне, выучил. Жена занималась сольфеджио. И я через вот февраль, в март, апрель там сдают экзамены в училище. И я сдал документы. И меня вызывают на экзамены. Я сдаю экзамены. Жду. Народу тьма пришло сдавать экзамены. И представляете, какое было чудо. Какая была радость, когда мы увидели в списке принятых меня. А было пять человек на одно место. Вот на место контрабаса было пять человек. Я победил. И вот я стал учиться в этом музыкальном училище при Ленинградской консерватории. И тогда же я был приглашен уже в знаменитый оркестр Анатолий Кролл. Это гениальный музыкант. Я там получил большую школу в этом оркестре. Потом я работал с Эдитой Пьехой. Я пел в ансамбле. Меня тоже туда приняли. Потом я работал у Жана Татляна в симфоджазе. Замечательный поэт, композитор, музыкант. Я аккомпанировал Марку Бернесу, работая в Невских Зорях. Мюзихол такой был. Я аккомпанировал Николаю Никитскому. Это блестящий киноартист. В общем, я начал работать профессионально. И таким образом я как контрабасист состоялся. Вилья Иванович, наверное, вам этот вопрос задавали уже многое число раз. И все-таки, будучи уже таким известным человеком в Советском Союзе, почему уехали? Почему так получилось? О, знаете, я вот когда уже получил возможность, меня приглашали на «Доброе утро» и на радио передавали мои песни, я писал песни более чем в десяти разных жанрах. Сатира, лирика, юмор, патриотические песни, песни о родине, песни шуточные. И вот некоторые песни, когда я приходил, показывал, их просто не брали. Там ничего не было особенного. Однажды я понял, почему. Я пришел на «Доброе утро» и редактор говорит, вот, знаете, вот, был филитон в «Правде», а я написал песню. Она послушала, говорит, это здорово, но я не могу ее поставить. Потому что газета – это газета, это газета, а песня – это динамит. Меня просто уволят с работы. И я понял, что бесполезно сюда ходить. И особенно после того, как и я, работая в ансамбле «Дружба», была прямая передача «Ленинград-Москва» по поводу праздника 7 ноября. Такой был у нас святой праздник, день революции. И вот прошла моя песня «Кто виноват» называется. Лирическая песня о любви. Через пять минут оттуда зычный голос и говорят, какой вы имели право в такой торжественный для нас день передавать свою лирику. Это же, знаете, и бедный режиссер, его фамилию запомнил, Левин его фамилия. Он, я звонил каждый день ему, он говорит, вот не знаю, что будет. Короче, он уехал потом в Лос-Ажелес, а я успокоился, что с ними ничего не произошло. Но я не успокоился с тем, что уже настало то время для меня, когда мои песни не все могут транслировать по радио, по телевидению. И я решил, что зачем мы будем писать песни в стол. Я должен найти такую страну, где это разрешают, и реализовать свое творчество. Не будучи евреем, я был обречен на возможность уехать куда-нибудь за границу. Но мои друзья евреи из Израиля прислали мне вызов. Вот я подал апелляцию на выезд. И было заседание отдела музыкальных ансамблей. Человек 15 сидело, я один сидел. Они меня задушили просто. Я не мог устоять. И отказали. А я сдался, короче говоря. Через неделю меня увольняют из Лен-концерта, размагничают мои записи. И ребята говорят, что ты наделал? Ты должен до конца был стоять. И через некоторое время прислали мне второй вызов. А в это время был без работы. Я не работал. И вот тогда еще раз состоялось заседание. И я настоял. Они вроде бы дали петиции, но дальше шло дело за АВИРом. Какая-то персона приезжала из Америки или делегация американская. И мне из АВИРа позвонили и говорят, чтобы духа вашего не было через неделю здесь. Приходите и оформляйте документы. Ну, я долго ждал этого. Пришел, оформил. Мне дали 100 долларов. И я уехал туда. Контрабас запретили взять. Даже мой крест, черный дверь в серебряной оправе, сняли. Это собственность государства. И я уехал 100 долларов, зубной порошок и зубная щетка. Все, что я взял, уехал в Италию. Оттуда у меня был шанс попасть в Америку. Но для этого люди... Это был пересылочный пункт, где люди ждали там, кто в Австралию, кто в Израиле, кто в Германию, кто куда. И ко мне пришло извещение, что я должен пойти на собеседование. В американское посольство. Поскольку я хотел уехать в Америку. Америка в то время была самой свободной страной для творческих личностей. И я решил поехать туда. Хотя мог уехать в Швецию, в Германию, в Австралию, в Израиль. Вот я прихожу в американское консульство. Сидят трое ребят. Отлично говорят по-русски. Задали мне массу вопросов. И потом задают такой вопрос. А вот вы служили в армии. Я говорю, да, служил. В частях ОСНАС. Что это значит? Я говорю, ну, вы же знаете, что это значит. Они говорят, откуда вы знаете, что мы знаем? Я говорю, это весь мир знает. ОСНАС значит особого назначения. А хорошо, а что вы там делали? А я по свойствам не советской ментальности. Говорю, вы знаете, я давал присягу, я не могу вам сказать. Надо было видеть их изумление. Нет, восхищение, не изумление. Один подходит, который мне спрашивал, задавал вопросы. И говорит, руку. И жмет мне руку и говорит этим двум, говорит, этот парень Америку не продаст. Через неделю может и выезжать. И я уехал с пятью долларами в кармане, все потратил до этого. Приехал в Нью-Йорк. Там начинал с нуля. Я попал в общество дочери Льва Николаевича Толстого. Она руководила Толстовским фондом, который дал мне всего месяц жить в отеле. Давал какие-то денежки там на пропитание. Ну, такие символические. И я вот начал искать работу. Работал везде, где попал, чтобы не умереть с голоду. И потихонечку так начинал, дошел до того, что я начал зарабатывать деньги для своей первой пластинки, уже хорошие деньги, работая в такси. Это работа опасная, но там можно заработать деньги. 16 часов синих за рулем и копейку приносишь домой. Для того, чтобы выпустить первую пластинку и стать популярным, нужно было заплатить 25 тысяч долларов. Ничего себе. Да, по тем временам. Это не очень много. Это не очень много. Значит, это реклама в Европе, реклама в Австралии, в Японии, реклама в Америке, в Северной Америке и в Канаде. Вот. И оплата музыкантам, оплата студий, оплата выпуска виниловых пластинок и компакт-кассет. Вот это 25 тысяч долларов, это мне почитал американский бухгалтер. Но, он говорит, я хочу предупредить тебя. Ты получишь возврат и популярность только тогда, если твои песни будут интересны. Если песни будут плохие, ты потерял эти деньги. Это бухгалтер сказал. Это бухгалтер сказал. Я сказал, я рискую. И пошло дело. Вот, я заказал лучшие студии в городе, заказал профессиональных из Юниона. Юнион – это союз музыкантов. И они сыграли мои аранжировки, потом я записал голос, потом выпустил пластинки, потом я сделал их в продажу. И случилось что-то невероятное. Меня забросали чеками, мониоордерами со всего мира. Я вернул за три месяца, я вернул те деньги, которые зарабатывал четыре года. Мне четыре года понадобилось, чтобы заработать 25 тысяч долларов. Три месяца я их вернул. Я купил себе квартиру, машину. И перестал уже ездить в такси водителям. Я стал ездить в пассажирам. Ну вот, и таким образом в Америке я выпустил потом 22 альбома с моими песнями, которые стали популярными во всем мире и тем более в Советском Союзе. И я занимаюсь до сих пор этим делом. Здорово. Вилли Иванович, в Америке вы выступали в одно и то же время с Любовью Успенской. Пересекались? Не в одно и то же время, она подъехала позже. Она позже. Когда я уже выпустил свою первую пластинку. Ага. Но вы как-то с ней пересекались? Может быть, позже совместно? Мы работали в одном ресторане вместе. Вот. Ну, не более. Ну, не более. А там у нее был муж, и она занималась своими делами. А что я еще мог с ней иметь? Нет, ну, может быть, там совместные какие-то песни пели. Да, она попросила меня написать для ее первой пластинки песни. Я это сделал. Я написал три песни, которые сделают такой толчок в трамплин. Люба-Любонька. Еще не поздно. Еще не рано. Не ухожу я из ресторана. И любимый. Вот эти три песни, которые сделали ее знаменитой сразу. А потом она стала выпускать другие альбомы. Ей писали очень хорошие, талантливые композиторы. Я должен сказать, у нее прекрасный вкус. Она выбирает только те песни, которые она чувствует, что ей понравятся. Ну, и вот она таким образом тоже вошла в число тех, которые последовали за мной. Я был первый открыватель этого дела. Хорошо. Какую еще песню послушаем? Я вот написал, сегодня шел по Поронежу. Я говорю, ребята, смотрите, какие красавицы ходят. Я, наверное, сегодня и в концерте исполнил, и на радио тоже хочу, чтобы послушали мою песню. Опасно влюбляться в красивых. Сейчас поймете почему. Медиаметрикс везде, где есть интернет. Как вы отнеслись к приглашению в Советский Союз на гастроли? Вы себя победителем ощущали? Официальное предложение госконцерта Союз СССР, перед которым я не мог вообще даже сомневаться. И несмотря на то, что меня предупреждали, что тебя там посадят. Я говорю, извините, я тоже нахожусь в прекрасной тюрьме с прекрасным питанием. Я пошутил так. Какая разница? Ну, ладно. Ну, я приехал, и, знаете, были феноменальные концерты. Это триумфальное шествие по городам Советского Союза. Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Сочи. Это были стадионы конной милиции. Вышел фильм, параллельно снимали фильм, киностудия Горького. Вот я стал богатый сыр и приехал в СССР. Это фильм такой, можете увидеть, он есть везде. Это документальный фильм? Документальный фильм. Нет, он такой. Я снимаюсь там. Ну, автобиографически. Да. Там и концерты, и разные виды города. Интересный фильм, очень интересный. Он стал бестселлером. Сегодня такой же тур возможно повторить? Нет, ну что. У меня тогда было, сопровождал меня коллектив. Оркестра у меня большой была. Коллектив 75 человек. Одного человека. Там у меня было две, как называется, одежду там, гладили мы, одевали мне, стирали. Это когда-то консьержки, да? Оркестр был 35 человек с хором, оркестром, с вокальным ассамблем. Ну, рабочие сцены там, операторы, радисты. Всего 75 человек. Мы прошли от Москвы до Сахалина и Камчатки. До самых, до окраин. Да. А я знаю, что в организации вашего тура большое участие принимала Алла Пугачева. О, да. Алла Пугачева, это, в общем-то, она начальник этого дела. А почему потом ничего вот у вас творческого? Когда вот, знаете, в 80-е годы стали приходить в ночной клуб, где я работаю, где я работал, журналисты, писатели, спортсмены говорят, вы знаете, ваши песни так популярны у нас в Советском Союзе. А я не верил, думаю, да это. И как же, я писал их для здешних русских, а там стало популярным. И потом я увидел, что это действительно так. И приходит известие, что Алла Пугачева хочет со мной встретиться в Хаят-отеле в Нью-Йорке. Я пришел туда, и местный администратор, импресарь из Нью-Йорка, и она говорит, «Вилли, я хочу сделать тебя советским мультимиллионером». Я говорю, ну хорошо. И она сделала так, что я поехал туда. Приехал туда, значит, все в порядке там. А своих боссов я предупреждал. Я говорю, надо как-то делать, чтобы с концертами проехать. Они ничего не делали. Алла сделала, она пришла и пригласила меня. Когда мы пришли, я удивился, Алла вот так щелчок сделал пальцами, тут же журналист. Второй щелчок, тут же телевидение. Она была всемогущая. Кстати, она была и умная. Она была очень подкованная женщина во всех отношениях. Я помню, она даже приглашала дважды меня на обед, где был поэт Вознесенский, Бальтер Манс, фотограф, который Сталин нафотографировал. Все знаменитые люди там были. И мы решили, что мой концерт, мы начинаем с Аллы Пугачевой, уже оркестр назначили и так далее. Приезжая я домой, мои боссы, я у них работал, в ночном клубе у них работал. Они на меня, знаете, как вороны, хотели просто сожрать меня. Почему я без них ведомо уехал туда и дал согласие? Они все уже узнали. Мы должны тебе этого везти. И они сделали так, что я ничего не мог сделать. Они устроили, подали, то есть они меня взяли и повезли снова туда. Меня пригласил в госконцерт уже. Алла хотела от себя сделать, от ее. А они сделали так, что я от госконцерта. Госконцерт приглашает меня официально. Ну, я не мог ничего сделать. Я был беззащитный. Я зависел от них. Это моя работа была. Возвращаясь домой, а моя вся дверь заклеена приглашениями в суд. Ну, начался суд. Они, значит, пошли в атаку на тех, а те на этих. Начался суд, который длился 17 дней. В результате этого суда американский суд решил, что в контракте, который предлагала Алла Пугачева, и ее интерпретарь, импрессарио из Нью-Йорка, допущены рабовладельческие жесты. И поэтому десмисс, он исключается от контракта. Там действительно они немножко неправильно сделали. Американский суд, там невозможно его купить, знаете, они как есть, так и говорят. Такая страна, у них нет, нельзя подкупить это дело. А кто на кого подал в суд? Подал в суд Аллу Пугачева и ее импрессарио из Нью-Йорка. Алла Пугачева подала в суд? Алла Пугачева, может, не подавала еще. Подал этот импрессарио. Вот, они же меня повезли в Москву. Там все это, встречи делали на телевидении, на радио и так далее. Вот, они потратили деньги. Они правы, что они подали в суд. Но они проиграли, потому что условия договора были кабальные. И таким образом я поехал вот с этой командой, от которой возглавляли мои боссы ночного клуба и плюс там московские боссы. И вот я до сих пор продолжаю этот концерт. Ну, то есть можно сказать, что вот этот судебный процесс, он стал причиной. Я проиграл. Я заплатил за это дело, по-моему, 27 тысяч долларов. Меня взяли за издержки адвокатов и так далее. Вот, я потерял. Но вы из-за этого больше не сотрудничали с Аллой Борисовной? Она обиделась на меня. Я не виноват. Если бы она знала, вот точно, как она бы сказала, Виля, извини, я не была неправа. Мы с ней с тех пор вообще не встречаемся. И не разговариваем. Я ее тоже понимаю. Она думает, что произошло не так, как должно быть. Но если бы она знала правду, да, она бы тогда по-другому ко мне относилась. Вилья Иванович, песню послушаем, песню послушаем еще. Да. Вот как раз песню, я ее посвящаю Алле Пугачевой. У меня она называется «Прости». Я ее посвящаю тем, кто может простить раз и навсегда. Терпение – это отличное качество. Но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть. Поэтому вот прости – это для тех, кто может простить сразу, без отклонений и навсегда. Вилья Иванович, вот уже тогда, когда вы приезжали от госконцерта с гастрольным туром, вы давали несколько благотворительных концертов. О, да, я дал для Спитаке, когда было для Димитри Сеня, я дал для детей, Лиханов там был президент детского фонда. Дал для… я даже забыл, очень много концертов я дал в пользу нуждающихся. И сейчас вы очень много занимаетесь, благотворительных концертов. Я в вашем городе, поэтому я сегодня буду выступать в концерте, который посвящен детям-сиротам. И детям, живущим в детдомах. И я даже приготовил такие песни из моей детской пластинки. Вот она здесь. Так, это вот песня, которую, если можете сейчас поставить, да? Обязательно. Она называется «Скажи мне, мама, где мой папа?» Слушаем. Медиаметрикс. Расширяем горизонты. Ну и, наконец, в 2005 году вы перебрались в Москву. Что повлияло на ваше решение? Ну, да, я перебрал. Я, между прочим, и не уезжал из… А у вас гражданство какое было? Сейчас скажу. Из советского не уезжал. Я всегда был душой и сердцем с моей родиной. Я ее любил, написал много песен, выражая эту любовь. И когда я уезжал, я сказал маме, мама, я вернусь. Я сдержал слово. И мама свидетель этого. Вот. Ну, дело в том, что вы спрашиваете гражданство, да? Да, у меня есть американское гражданство и российское гражданство. Мне это не мешает. Я имею где жить в Америке. У меня есть там квартира. Я живу в центре Магатина, в Невоскребе на 47 этаже. Это, знаете, Нью-Йорк самый лучший город мира, считается. Москва тоже входит в это число, но немножко не дотягивает по небоскребам. Когда настроится только небоскребу, тогда она будет первой. Но у меня вот, у меня есть три подушки, на которых комфортно отдыхаю. Это Москва, Нью-Йорк и Ялта. Я имею там где жить. Вот. И я очень доволен, что я могу… Хочу, уехал, куда хочу, мне позволяет американский паспорт. Хочу приехать на родину, мне позволяет Россия приехать сюда. И я вообще голосую в Америке за одного, в России за другого. Я всегда голосую за хороших людей. Я здесь голосовал за Путина. Там за Трампа. Хорошо. Ну вот, вы сейчас известный, вы состоявшийся человек, вы много повидали, вы много где жили, вы все поперепробовали. Где жить лучше? Ну, есть такая пословица, там, где нас нет. Но я скажу вам, если бы я даже был богаче в сто раз, и сказали бы, живи здесь, в Нью-Йорке, я бы не смог это. Я, как славянин, подвержен болезни, ностальгия. Меня всегда тянет домой. Я хочу быть дома со своими, теми, кто понимает мой язык, мои жесты, мои намеки. Вот. И это очень удобно, знаете, когда ты понят теми, с кем ты общаешься. И здесь мои слушатели, главные. Вот. Я и в России неплохо живу. И я имею все, что может иметь человек, который своим трудом может заработать деньги. Вот. И я отношусь к людям, которые легко, в общем, легко, трудно зарабатывать деньги, еще легче с ними расстаются. Потому что деньги – это бумажки, на которые можно сделать свою жизнь лучше, чем она есть на самом деле. А когда вот есть люди, которые получают удовольствие от того, что они копят деньги. Ох, это у меня уже сто миллионов, сколько, скоро миллиард будет. Он ждет, а время идет. И, знаете, приходит или болезнь, и кострявая стучит, забирает его. А деньги достаются другим. Поэтому он ими не пользовался. Он бы жил и дальше. Ну, вот это такая, такой не призыв, а это констатация факта. Я не понимаю, что такое копить деньги, которые ты потом оставишь куда-то. Вот. Поэтому я счастлив, живя на этом свете. У вас было несколько браков. Вы немножко преувеличили несколько. Несколько, значит, можно сказать, три или четыре. У меня было два с половиной брака. Два с половиной, это как? Половина брака, который был, это тот брак, который через месяц закончился. Потому что мама сказала, нам нужна кооперативная квартира, нам нужен Мерседес и нам нужны деньги. Я говорю, ну, сразу это как? Сразу? Да, я вам даю свою дочь красавицу. Она стоит большего. Ну, знаете, я не мог их просьбу удовлетворить, потому что я не готов был к такому большому расходу. И вообще, что за наглость такая, понимаете? Я и сам, может быть, больше дал бы, да? Но такое вот претенциозное заявление, оно меня... Тем более, что я увидел, что и выбор мой был скоропостижный, потому что, как все влюбленные мужчины, я тоже ошибся. Ну, и что, как говорят, если тебе жмут ботинки, малый костюм, неудобная квартира, плохая машина, ты это меняешь. И почему бы не поменять... Жену. Да, не поменять того, с кем тебе неудобно. Освободив себя от этого бремени и дав человеку тоже нормальную жизнь, потому что, когда жизнь не идет хорошо, лучше это закончить сразу. И я нашел в себе то, что искал всю жизнь. Я нашел в себе Джулию. Вот она здесь, на этой фотографии. Она тоже поет? Она закончилась с отличием, с золотой медалью, в ГИК, это кинематографический институт. Вот. И она родила мне двух замечательных детей. Эти дети суперталантливые. Они учатся в Нью-Йорке. Блестяще закончила школу моя дочь. И ей дали на выбор три университета. Колумбийский, Массачудовский и Фордом. С оплатой всех трех лет или пяти лет там, даже за учебники. Это был такой в Нью-Йорке выбор. 40 тысяч человек. Из них выбрали 42 человека. Эвелина попала туда, в это число. Я горжусь, что мои дети оправдали меня. Сын, он моложе на три года. Ему 14 лет сейчас. Он блестящий игрок молодежной команды в хоккее. И также учится в школе отлично. И они все говорят, когда мы получим дипломы, мы вернемся в Россию. Потому что они очень любят Россию. Сейчас Милена отдыхает в Ялте. Он говорит, папа, я такое удовольствие получаю. Какой Майами? Ты что? Тут такой воздух. И я очень горжусь детьми. Они получат образование и будут полезными своей родине. Джулия тоже посвятила жизнь становлению детей. Она не могла пойти на какую-то работу. Потому что если бы она ушла на работу, дети не достигли бы того. Надо ходить туда-сюда, оформлять. Она сделала все свое дело. И только теперь она может что-то там подыскать для себя. Ну вот, а так, вот я очень доволен. Как к музыке относятся? Как они к музыке относятся? К музыке? Оба играют на гитаре и поют. Да. Они, я даже помню, были где-то на Украине, в каком-то курортном месте, где вода хорошая. Я забыл, это место называется. И вот Милену попросили спеть. Она пела по-английски. До сих пор помню там ее успех. Ну, она к этому относится как к любительской работе. Ее увлекает другая работа. Это изучение наук и изучение истории и так далее. Она получила золотую медаль, будучи школьницей, за эссе по Америке. Смотрите, человек приехал из России и написал эссе об Америке. И директор школы, он говорит, папа, она мне всегда дает 20 долларов на праздники. Это как уважение. Она говорит, вы, болвары, вот и американцы. Человек из России приехал. Смотрите, учитесь, как надо учиться. Ну, я очень доволен своими детьми. И тот, и Милен, его зовут, моего сына, и Эвелина. Они очень оправдали мои надежды. Здорово. Вилли Иванович, ну вот многие известные музыканты, артисты, актеры в определенном возрасте уходят, скажем так, на пенсию. По разным причинам. У вас столько энергии, энергетики. Вот поделитесь, в чем секрет? Вы поете, до сих пор выступаете. Пенсия, знаете, это как бы благодарительность человеку, который уже не может дальше работать. Я вообще, у меня биологический возраст есть. И по паспорту возраст. По паспорту мне будет в ноябре 83 года. Биологический мой возраст, примерно, где-то 40-45. Я там живу. Потому что могу делать все, что я делал тогда, сегодня. И так же работаю с концертами. И так же устаю, как тогда уставал. Ну все, не меняется ничего. И говорят, что и внешне я тоже выгляжу гораздо моложе там и так далее. Ну это, знаете, это, наверное, образ жизни. Или гены, которые я получил. Я не знаю, в чем дело. Я ничего не делал специально. Я просто веду правильный образ жизни. Никогда не нарушал законы. Ни здесь, ни там. Я законопослушный. Я нормально питаюсь. Я не занимаюсь обжиранием, как говорят, объедением. Я никогда не занимаюсь употреблением алкоголя чрезмерного. 100 грамм в день – это моя норма. Это лекарство. Я это узнал давно и следую этому до сих пор. 100 грамм в день. Ни больше, ни меньше. Однажды было, что я выпил очень много. Очень много. Не 100 грамм, может быть, литр. А случилось вот как. Я шел. Это 90-е годы. Я приехал из Нью-Йорка на концерты. И было 9 мая. Вся Москва уехала за город. Никого нет. Я иду. Такой солнечный день. И иду мимо Министерства иностранных дел. И мне майор говорит, Виля, привет. Я говорю, здравствуй. С Днем Победы. Вас также с Днем Победы. Давай, заходим, ахнем. Я зашел туда. Он берет из-под полы какую-то бутылку, наливает мне. Я выпил за Победу. Он когда-то позвонил, приходит еще двое. Здорово, Виля. И женщины приходили. Еще, еще. И собралось. Те люди, которые работали в этот праздничный день. Их много очень было. Человек 30 было. Я со всеми выпил. Скажут. Если я бы не отказывался, скажут. А, из Америки приехали. Игнорируют наш День Победы. Я поэтому пил. После 10-й, там, 15-й уже все равно мне было, что я пью. Я не чувствовал. Но меня удивляет другое. Как я оказался там, где я жил. Как кто мне привез. Как я сам. Я лежал на полу. Комфортно улегшись на пол. Дверь была, она свежа, открыта. Ничего не украдено. Все нормально было. Этот день я, конечно, никогда не забуду. Но он был ради победы. Вилья Иванович, еще песню послушаем какую-нибудь. Еще послушаем. Вот, знаете, я наблюдаю за всем, что происходит у нас в стране и за рубежом. Мне очень обидно иногда бывает, когда жертвами каких-то объяснений между государством, между какими-то людьми становятся дети. Вы знаете, я не буду напоминать о них. Это очень горько. Чувствовать это все, понимаете. И вот в свое время я написал песню «Дети Земли», которая была протестом против того, против Беслана, скажем, да, против других таких неприятных событий, которые происходили в нашей стране. Вот моя песня «Дети Земли», она отвечает за это. Медиаметрикс. В твоем смартфоне, планшете и ноутбуке. Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям. Я хочу пожелать прежде всего детям, которые живут в детдомах, и всем сиротам, что не отчаивайтесь. У вас есть такие друзья, вот в моем лице, в лице тех, кто приехал на концерт, чтобы помочь вам. И также у вас есть друзья среди простых людей, и вы надеетесь на них, потому что, знаете, без дружбы, без поддержки, вот добра, которым можно поделиться с вами, невозможно жить на свете. Нельзя только для себя это делать. Вы знаете, что у вас есть настоящие друзья. Если понадобится еще раз приехать сюда, позвоните мне, и я буду у вас. Я вам подарил, вот вашему администратору, он подарит каждому из вас мою пластинку, это детская пластинка, чтобы вы знали, что есть человек, который вас очень любит. Это я, Вилли Токарев. Спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время прийти к нам в гости. Спасибо за ваше творчество, за ваши добрые дела. Спасибо за умные ответы, и я сегодня горжусь, что я нахожусь в одном из прекраснейших городов нашей великой России. Спасибо. А мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели, и до новых встреч. Спасибо.